Что, учитывая общую акселерацию, они должны, как питы, делать все более и более просторными. Эпоха Жили-Вильнева и Рене-Арну, она уходит в прошлое. Все-таки сейчас подрастают, в прямом смысле слова, пилоты. А вот здесь было сообщение о том, что будет разбираться то, что произошло между бразильцем, между Насром и Рикельми, бразильцем и Манагаском. Посмотрим, будут ли какие-то санкции. Очень много говорят о том, что достаточно мягкое судействие в молодежных чемпионатах, несмотря на то, что... И вот, пожалуйста, и колесо оторвано, и носовой обтекатель. Бертон, видимо, пробовал контратаковать Дельмана. Может быть, сзади был у него с кем-то другим контакт. Хочется верить в это, чтобы не потеряла команда «Русское время» машину, если бы два француза сошлись между собой. Но Эльбертон, который выступал в разных сериях и в мировой серии, Рено тоже помню. Вот повтор этого момента. А здесь была двойная атака, потому что атаковал Ханамасасу в свою очередь. Сразу обоих. Перелетел сразу через обоих. Но! Но! Ханамасасу он оторвал заднее крыло. А у Дельмана внешне, по крайней мере, здесь повреждений не было. Я понимаю, что абсолютно нехорошо вот так радоваться и выделять кого-то, да? Но... Но в любом случае мы болеем за команду «Русское время». Я думаю, это предсказуемо вообще жуткая авария. Это вот как раз то место, кстати, где завтра в гонке «Формулы-1» будет открываться ДРС перед 10-м поворотом. Добавили здесь вторую зону ДРС плюс к главной прямой. Кстати, и в «Ф-1» мы видели. Правда ли от человека, который выступал в Гран-при 2 еще в прошлом году? Это Стабангу Террас. Мы помним, как в Китае он вынес буквально Адриана Сутиля вот так же на торможении. Разве что не перелетел через него. Канамасас возвращается.